Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы с вами поговорить о рабочем графике истероида, да? И чем характерен рабочий график истероида? Как и в случае с другими экстраверсированными личностями, проблема истероида в том, что он, соответственно, может отвлекаться, отвлекаться, конечно, на свои какие-то ему, да, так скажем, признаки, да, этого психотипа, его акцентуации, свойственные только этому типу личности, моменты. Это, как правило, касается тех моментов, ну, как вам сказать, у девочек истеричек это вплоть до того, что она может очень долго краситься, к примеру, да, и, к примеру, опоздать на работу. Ей кажется это очень важно, как она должна там прийти на работу, выглядеть, всех свести с ума своим появлением, да, и так далее. Также, соответственно, может поступать истероид в случае того, что у них бывает тоже немножечко в сторону, их раскачивает манией, гипоманией, и если ему казалось, что он весь такой бедный и так далее, то то же самое истерик в стадии гипомании, вот этой вот своей, да, может не прийти, допустим, на работу, вообще ее прогулять. Или, соответственно, истерик, который переоценил или начал отыгрывать какой-то образ начальника, это такое очень часто у них бывает, какой-то взял на себя образ какого-то делового человека, работает он обычным там менеджером, да, то, конечно, он может начать себя вести неподобающим образом. То же самое это может отражаться на его графике. Занимается в этот момент истерик, да, так скажем, своим неструктурным графиком, то же самое, в принципе, как у гипертима. Они находятся в каком-то таком своем потоке из разряда «будь что будет», да, то есть, ну и, конечно, поэтому очень часто опаздывают, очень часто бывает у них, соответственно, чувства и ощущения себя, если они, ну, как бы особенно принимают и разыгрывают в себе какие-либо образы, какими-то тоже особенными, бывает такое, не путайте с нарциссизмом, но я здесь говорю, они настолько с нарциссами некоторыми детальками перекликались, что раньше это все в сторону, вот нарциссизм не отделяли, а все в сторону истерии смешивали, когда это все зарождалось, да. Поэтому здесь надо понимать, здесь есть общие черты. Очень часто они чувствуют себя вот кем-то таким, но в отличие от нарцисса они хотят привлечь к себе внимание, чтобы увидели, что вот он именно какой-то такой. То есть вот эта цель не у нарциссок более реальной, такой ощутимой грандиозности и даже какой-то власти, а у истерика здесь только бы все подумали, что я такой. Вот это вот самое главное. Они могут копировать мимику, жесты, даже их начальство, чтобы больше походить на вот кого-то весомого. Или, соответственно, не начальство, а прототип, который они в фильме увидели. Очень часто истерики попадают в какие-либо тренинги и копируют это поведение. Он может ходить с ежедневником, потому что на тренинге ему сказали, что нужен график. Он будет туда что-то вписывать и прочее, но на деле это не будет представлять из себя, соответственно, ничего. В каком плане истерику очень сложно в этот график вписать нужные, необходимые дела. Он может себя обманывать, это свойственно для истериков в построении графика, что он занимается делами. Я ведь могу прийти на работу, ну, не знаю, в 7.00 могу, но я могу там не работать. То есть, понимаете, вот у истериков вот примерно может быть такой график. Истерик – это из разряда лучше казаться, чем быть кем-то на самом деле. Поэтому, конечно, он будет все равно как-то социально адаптирован, если гипертим очень часто, вплоть до бродяжничества, уходит в свои акцентуации и так далее. В своих там уже, когда расстройство наступает, личности, ну, ладно, да бог с ним. А вот истерик, соответственно, в своих вещах, он очень часто нарушает правила, пытаясь сделать, просто показать, сделать вид, показать вот эту обертку, что она есть. Поэтому график как бы и книжка, она может здесь присутствовать. Или там приложение в телефоне, рассказы о том, каким нужно быть, каким нужно быть паранояльным. Он может смотреть фильмы про паранояльных, даже немножечко какие-то черты забирать. Но на самом деле это все будет такое ненастоящее. И истерику очень тяжело будет стать паранояльным, и если другие типы личности, они на подкорку как бы записывают, даже когда много, да, опыта получают, они смотрят этот фильм, и они что-то для себя откладывают, да, ну, какие-то полезные вещи, то истерик, он продолжает только лишь играть в этого паранояльного. Дорогие друзья, с вами был Кравцев Сергей, жду вас на своих консультациях онлайн, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!